Так, Ирина, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как стоит рассадить гостей, если мои родители не общаются? Бабушек вообще лучше совместно не сажать. Кого с кем лучше посадить? Если ваши родители не общаются, значит, вы сажаете родителей папу с родственниками папы, маму с родственниками мамы, ну, соответственно, бабушек со стороны папы к папе, бабушек со стороны мамы к маме, то есть просто рассаживайте за разные столы, чтобы они не пересекались, если у них такие напряженные конфликтные отношения. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Если отношения, в принципе, адекватные, да, то есть они там не передерутся на мероприятие, все будет хорошо, то можно, конечно, и куда-то ближе их посадить, но я бы, вот знаете, я бы, когда такие ситуации возникают, я все-таки стараюсь ребятам объяснить, что, ребят, давайте лучше сделаем так, чтобы всем было комфортно. Если бабушка общается там, допустим, с папой, ну, бабушка со стороны там папы общается с папой, но не общается с мамой, ну, зачем лишний раз, как говорится, ходить по острию ножа? Для чего это нужно? Ну, конечно, лучше уже посадить ее с папой, и пусть она уже спокойно проводит время, проводит этот вечер, проводит свадьбу, потому что, ну, слушайте, не так много праздников у наших бабушек бывает, и у наших родителей, в общем-то. Субтитры сделал DimaTorzok